добрый вечер друзья с вами admiral markets меня зовут лимбиту в этом видео уроке я расскажу вам как использовать паттерн price action pin bar но в начале нашего вебинара предупреждение о рисках помните что торговля на финансовых рынках связано с рисками и доходность не гарантируется поэтому не стоит переходить торговли на реальном счете используя какие-нибудь идеи пока вы не познакомились со всеми рисками с более подробной информации вы можете ознакомиться на представленном слайде сегодня мы подробно поговорим о том как использовать паттерн price action pin bar в трейдинге вначале расскажу о ключевых признаках pin bar а дело в том что паттерн может по-разному выглядеть на разных таймфреймах при этом не теряя своей основной идеи далее вы узнаете какое поведение покупателей и продавцов стоит за pin баром мы разберем какие заявки провоцируют формирование паттерна и вы научитесь отличать настоящий паттерн от ложного следующим шагом мы выясним где стоит искать паттерны а где они не приносят прибыли в этой части нашей встречи мы на реальных графиках посмотрим примеры паттернов и в конце нашей встречи покажу как входить сделки используя pin bar в качестве точки входа какой заявкой открывать сделку и где ставить стоп лосс самым активным я приготовил подарок как его получить также расскажу в конце занятия скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы вконтакте учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах для этого переходите по ссылке под этим видео там вы найдете много материалов по трейдингу свободном доступе часто когда мы задаемся вопросом как входить в сделку и ищем в интернете формацию для точки входа нам попадаются похожие картинки правильно ли эта картинка формально да но дело в том что за формацией pin бара стоит более глубокая идея если ее не понимать то прибыльно использовать паттерн не получится сегодня мы как раз и разберемся какое поведение покупателей и продавцов стоит за pin баром но начнем с ключевого признака ключевым признаком pin бара является быстрый выход из зоны уровня здесь важны два понятия быстрый и уровень надо понимать что если паттерн образовался не на уровне это не то что нам нужно если движение произошло не быстро это тоже нам не подходит несколько слов о том что такое быстро дело в том что если мы видим формацию 2 на графике то формально это не pin бар но по сути это он и есть почему очень просто если мы представим что формация 2 это пятиминутка а схема один десяти минутка то по сути эти свечи описывают одно и то же движение резкий пробой уровня и возврат в зону предыдущей цены таким образом это определение выталкивает нас из прокрустого ложа общеизвестной схемы паттерна благодаря новому определению мы перестаем бездумно везде искать пресловутую схему а начинаем идентифицировать определенное поведение цены как бы она не пряталась за разнообразными свечными конфигурациями теперь когда вы будете оценивать поведение цены не будете зацикливаться на маленьком теле свечки потому что уже знаете что тело и фитиль это просто вопрос таймфрейма главное это паттерн движения а его суть не меняется в зависимости от таймфрейма так как таймфрейм это просто масштаб который позволяет видеть больше или меньше деталей поведения цены но не меняет самого движения чтобы понять почему важно быстрое формирование паттерна зоне уровня нам надо разобраться какое поведение покупателей и продавцов приводит к пин-бару и почему это поведение дает нам преимущество пусть у нас есть уровень поддержки первая картинка и уровень сопротивления 2 в первом случае на подходе к уровню будут выставлены лимитные заявки на покупку buy limit во втором лимитные заявки на продажу sell limit те кто планирует открывать покупку ниже уровня выставит свои стопы для второй картинки логика зеркальная кто продает на подходе к уровню сопротивления выставит выше стопы для ограничения убытка возвращаемся картинки 1 те кто ожидает продолжение движения вниз ниже уровня выставят заявки на пробой sell stop по той же логике на продолжение движения на второй схеме покупатели выставят заявки buy stop для входа на продолжение восходящего движения переходим вновь картинки 1 как только цена пробьет уровень активируется стопы покупателей тех что открывали ланги на подходе к уровню и заявки на пробой sell stop а когда цена будет ниже уровня сразу под уровень начнут выставлять лимитные заявки те кто планирует войти на откате от уровня на второй картинке после пробоя сопротивления активируется стопы шартистов и к ним присоединяются заявки buy stop тех покупателей кто хотел открыть сделку на пробой уровня как только цена будет выше уровня сразу над уровнем начнут выставлять заявки buy limit те кто планирует войти в лонг на откате от уровня таким образом пробой уровня спровоцирует повышенное предложение в первом случае и повышенный спрос во втором и для того чтобы поглотить повышенное предложение или повышенный спрос требуется не только значительные финансовые ресурсы но также и возможность быстро и организованно их задействовать потому что чем дольше цена будет за уровнем тем больше участников начнет присоединяться к первоначальной тенденции какой зато вывод pinbar возникает в тех случаях когда к движению присоединяются умные деньги и поглощают своих интересах повышенное предложение или спрос мы выяснили какое поведение покупателей продавцов приводит pinbar но не все паттерны можно использовать как точки входа сейчас разберемся как отбирать только паттерны с потенциалом прибыли pinbar часто возникает на графике цены но его появление говорит лишь о том что в какой-то момент времени возникает чуть более высокий спрос или предложение это дает подсказки при анализе поведение цены но не дает прибыльного входа чтобы использовать паттерн для входа в сделку нужно чтобы он сформировался в зоне очевидного уровня потому что только пробой очевидного уровня приведет к значительной активности участников и только поглощение этой активности покажет присутствие умных денег поэтому первым условием будет сформирован на уровне это важное условие но его недостаточно второе условие паттерн должен быть сформирован в направлении локальной тенденции на откате к уровню лучше всего этот паттерн работает на сильном движении когда цена быстро движется и откаты быстротечны еще один хороший вариант когда pinbar возникает на тренде когда цена рисует двойную вершину и тогда многие начинают ждать разворота локального тренда в этом случае pinbar сформированы на пробой даст возможность войти на продолжение тренда с хорошей вероятностью та же логика но при формировании двойного дна на нисходящем тренде те кто подумает что пробой уровня говорит развороте создадут повышенный спрос тем самым давая возможность открыть позицию по хорошей цене на продолжение тренда вниз теперь посмотрим формирование паттернов на реальном графике цены смотрите на очевидном нисходящем движении цена пробивает уровень и тремя свечами рисует откат после чего быстро возвращается к продолжению тренда еще один хороший пример цена находится в восходящем тренде пробивает уровень и на откате формируется pinbar для разнообразия покажу анти пример цена пробивает уровень откатывается формируя паттерн смотрите красная свеча и далее идет вверх какой из этого примера вывод правильно паттерн надо искать в направлении локального тренда и еще один пример цена пробивает очевидный уровень формируется pinbar после чего продолжается движение вниз теперь посмотрим как открыть сделку на pinbar и помним что входить на этом паттерне можно только в направлении тренда вначале рассмотрим вариант агрессивного входа в покупку такой вход оправдан только в том случае если пара находится в явно выраженном тренде цена пробила уровень агрессивный вход лучше открывать на меньшем таймфрейме например если ваш рабочий таймфрейм 15 минут то для агрессивного входа переходим на пятиминутку выше уровня выставляем заявку buy стоп вместе со стоп лоссом ниже уровня на обратном движении цена захватывает нашу заявку и сделка на покупку открыта как видите если бы мы ждали окончательного формирования паттерна то войти не успели бы но если вы не успели не страшно консервативный вход позволяет войти когда pinbar сформирован окончательно посмотрим как в таком случае входить в этом случае паттерн уже сформирован и мы выставляем заявку buy стоп за high свечи а стоп размещаем за low тогда на обратном движении цена захватит заявку и откроет сделку вот все так просто для входа в short логика тоже посмотрим как входить в продажу агрессивно для этого переходим на меньший таймфрейм ниже уровня выставим заявку sell стоп выше уровня стоп лосс на обратном движении сделка открыта если паттерн сформирован тогда выставляем под low свечки заявку sell стоп выше хая размещаем стоп лосс и на продолжение движений заявка исполнится здесь ничего сложного нет а теперь как обещал подарок для активных друзья если вы хотите узнать правила которыми я руководствуюсь в трейдинге предложите тему нового вебинара под этим видео в группе вконтакте учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах лучшие комментарии получит в подарок методичку с правилами если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и комментируйте видео всем спасибо и до новых встреч